У меня вопрос. Они начали уголовное преследование. Они начали уголовное преследование, нашли какую-то фразу, какую мы не знаем, потому что очень много моих фраз вымонтировано из радиоэфира и распространяется в интернете. И как будто бы распространяется какая-то фраза, где я считаю желательной федерализацию Украины. И это и есть преступление. Но мне очень понравилось высказывание Павла Гусева, который сказал, Павел Гусев, который в том числе по общественной своей деятельности защищает журналистов, который сказал, что поскольку у меня нет никаких партизанских отрядов, бандитских формирований, вооруженных формирований, то мои слова, это просто мое мнение и анализ. И я имею право анализировать. Но если бы, конечно, у меня была армия, и я бы говорил, федерализацию Украины приказываю, тогда, может быть, это было бы, могло бы рассматриваться. Однако, поскольку у меня нет никакой армии, то это не может рассматриваться. Тем не менее, они мне собираются впарить три года. А я собираюсь проголосовать по этому поводу. Потому что они понимают, чувствуя силу вашего внушения, боятся, что вы каким-нибудь формированием, да и внушите это. Может, я что-то и внушаю кому-то, я не знаю. Я просто пытаюсь копаться и анализировать. Давайте посмотрим. Слушайте, давайте, простое голосование. Значит, выдать меня украинскому МВД для отсидки трех лет в украинской тюрьме. 134, 21, 35. Не выдавать. 134, 21, 36. Поехали. Выдать меня. Они мне собираются три года впарить за то, что я высказал мнение, что федерализация, каким кажется, я эту фразу сам не помню, что будто бы федерализация желательна для Украины. Выдать меня украинскому МВД для отсидки трех лет в украинской тюрьме. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Вы будете удивлены, сейчас выдать меня для отсидки трех лет в украинской тюрьме голосует уже 39%. 38, 39. Довольно много. Да, сейчас, минуточку. Все-таки гомосексуальная любовь ко мне Авакова, она, видите, находит в сочувствии, 36% собираются выдать меня, 37%. Нифига себе. Значит, выдать меня, как и требует этого украинская МВД, выдать меня для отсидки трех лет в украинской тюрьме. Да, 134, 21, 35. Звоните. 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Еще сейчас 35%. 35% хотят, чтобы гомосексуальные чаяния Авакова воплотились, и мы бы с ним слились в экстазе, там где-то играли бы в домино, где-то сидя в подвалах украинского МВД, может быть, с галушками, может быть, со шкварочками. Понимаешь? Аваков почему-то ко мне устремляется, душою устремляется. Я не знаю. И то, что он не находит взаимности во мне, он приходит в отчаяние и начинает искать моего общества самыми изысканными, необычными способами. Понимаешь? Прекрасно. Я останавливаю эти голоса, сейчас мы до тысячи дойдем. Тысячи голосов. Как много? 34% хотят меня выдать к чертовой матери в украинскую тюрьму. Все, кто хочет меня выдать в украинскую тюрьму, голосуют 134, 21, 35. Таких уже 34%. И если нет, не выдавать, 134, 21, 36. 134, 21, 36. Я подсказываю правильный телефон, черт побери, не выдавайте меня. Эй, братцы, 65, 35% собираются выдать меня. 800 человек позвонило, сейчас, подождите, до тысячи мы дотянем, и все, и будет хорошо. Меня выдать УкрМВД для отсытки трех лет в УкрТюрьме? Да. Ну что, остановить? Давай остановлю, потому что процент не меняется. Процент не меняется. Никак. 35% хочет выдать меня Авакову для любви. Товарищи, пожалели бы, пожалели бы мои сморщенные ягодицы. Зачем вы, зачем вы это делаете? Это троллинг, Сергей. Они, пожалейте, пожалейте мои сморщенные ягодицы. Какие-то ужасно, уже не такие упругие, как если бы. Зачем вам это? А? Что за разврат? Товарищи, у вас разврат в голове. Я остановлю это голосование. Сейчас, все, больше не могу. 34 на 66. Я остановил голосование. Несмотря на какой-то невероятный, какой-то невероятный энтузиазм товарищей, я остановил это голосование. Выдать меня к чертовой матери 34%. В абсолютных цифрах, чтобы было понятно, это 254 человека, проголосовавших 275 раз, потому что некоторые с энтузиазмом голосуют многократно. И тогда 254 человека, проголосовавшие 275 раз, но они не учитываются, мы просто видим, что многие многократно звонят, за то, чтобы меня выдать, а 490 человек, проголосовавшие 562 раза, говорят, что не надо меня выдавать. Слушайте, а чем, на самом деле, кто-нибудь юрист, юрист, подскажите мне, чем это грозит. Здравствуйте. Ну вот, я не юрист, я хотел бы отозвать свой голос, потому что насколько маразматичное это решение Авакова, поэтому я голосовал чисто в шутку. А, вы в шутку голосовали, туда-то уже нельзя. Ничего не отзовешь, не отзовешь, не отзовешь. Слушайте, дайте мне хоть одного юриста, пожалуйста. Скажите, что грозит моим сморщенным ягодицам? Мне очень интересно. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Сергей Москва. Да, здравствуйте. У Сергея, у Хазанова был как-то такой миниатюра, или как там назвать, значит, надо, говорит, заслать парочку наших человек в их народное хозяйство. Ну, чтобы развалить там это. Ну, так что же? Ты когда заслать меня теперь? Ну, я думаю, что еще вас туда отправить? Заслать меня. Ну, как минимум, тюрьмы украинские будут нашими. Ну, да, 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 я не уверен, я не уверен, потому что там, ну, вы знаете, какие они бойкие, эти украинские тюремные люди, я думаю. Украинцы вообще какие-то очень бойкие. Алло, здравствуйте, дослушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, да, прошу вас. Что в действительности грозит? Вам-то ничего не грозит. Почему? Абсолютно. А почему? Ну, что, ну, вы там кого-то оскорбили, ну и что? То есть ничего страшного, да? Абсолютно. Если вас посадят, меня тогда тоже с вами месяц сажают, я с удовольствием пойду. Спасибо, 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 держитесь. 7373948, ну дайте юриста хоть одного. Юрист, дайте мне квалифицированную юридическую помощь, пожалуйста. 7373948, да, здравствуйте, вы юрист. Ну, я юрист, а вы... Нет, нет, 7373948, товарищи. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Ну, вы наконец нарвались на юриста. Да, прошу вас. Да, ну вот эти все хихи отставить, потому что может быть экстрадиция, если вы поедете куда-то отдыхать. Да. Например, поесть хамона, попить сервесы. Там в этом примутся. Да, да, да. То есть я там буду в компьютере. Да, просто. Да, и скажите, пожалуйста, а я могу заранее знать, что я уже в компьютере или не обязательно? Они могут об этом объявить, а могут и нет. Да, ну, то есть я, например, я поехал куда-нибудь хамона попить или там поесть. Я заранее, заранее я не знаю о том, что меня там ждут. Конечно, вы можете лететь в самолете, а вас уже принимают. Они меня принимают там, например, все говорят... Ну, не они принимают, а принимают национальную гвардию или там гвардии сивиль. Да, да. А дальше решается вопрос уже в местном суде, какой-нибудь Педа Лопес. Судья будет решать, экстрадировать вас, выдавать вас Украине или не выдавать. Да, 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 да. Ну, вы там политический узник или вы уголовный преступник. Я буду сидеть все это время в испанской тюрьме, таким образом. Ну, в испанской тюрьме все-таки получше, чем в украинской. Ну, украинская тоже не будет. Даже здесь дома-то особо не расслабляйтесь. У нас тут, сами понимаете, на лицо украинцы от русского не отличишь. Да. Так что, обращайте внимание, что за машина там паркуется возле вашего. А, то есть могут просто припарковаться. Да, запись. Нет, ну, Жак, сама парковка рядом со мной, я бы не считал это наказанием в полной мере. Если кто-то припаркуется. Нет, ну, вы знаете, положить вас в багажник и вывезти тоже. Вы же не рейнджер, там, не крутой окер. А, в смысле, что они меня повезут. Ну, если там Маваков так возбудился, может поставить задачу. Бойцы есть, профессионалы есть. Понятно. Покуют и вывезут и отсюда. Понятно. Спасибо, спасибо. Так что хихиха-ха, но не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь, все понял. Но хихикать продолжать. А, я его уже отключил. Ну, хорошо. Хихикать продолжаем. Но не расслабляемся ни в коем случае. Смотрим, кто рядом паркуется, в какой багажник меня кладут. Все время требовать какой-то упаковки правильной и так далее, и так далее. И в Испанию, если приехать, говорит мне адвокат, если я приеду в Испанию, то в этот момент меня могут там в компьютере уже числить разыскиваемым. И потом разговаривать об экстрадиции. Очень интересно. Вот это вот неприятно. Ну, в следующий раз, портить каким-то образом отдых. Это же все равно портит отдых. Ну, конечно. Я убежден в смехотворности этих обвинений, но, тем не менее, это портит отдых, согласитесь. Правда же? Ну, это как-то избрать какое-то место для отдыха, вы мне подскажете места во Вьетнаме. Совсем кошмарные. Совсем кошмарные. Да, слушайте, ну ладно, 34% собираются меня выдать в тюрьму, ну красавцы, нечего добавить.